здравствуйте уважаемые коллеги вот меня многие коллеги особенно технарии преподавателя ну просят помочь что ли разобраться мы запутались в этом словоблудии в этих в госах стандартах подходах компетентность прочее объясни на пальцах что это такое вот что это компетентный подход горит а как нас учили у нас был организационный деятельности подход то есть там организовали деятельность студентов то нам давали глубокие прочные знания а мы их не умели применять оказывается на практике а сейчас как а сейчас студентам даются компетенции они чуть ли не должны готовиться прямо на конкретное рабочее место и сразу правда наши ракеты летают до сих пор а вот сейчас и проблемы с новой техникой появляются с новыми поколениями инженеров вот а еще вид кого добывает горит бывает контекстный подход это что нет как нас учили в контексте той деятельности которая буду выполнять там в кб допустим на я делаю ну проект по деталям машин я же тоже самое что инженер расчеты подбор подшипников чертежи пояснительную записку и так далее я помню в кб туплю может также буду редуктора проектировать то есть контекстами так чашу нас неправильно учили да правильно учили живем же и страна живая родная живет медиков студентов учиться контекстном подходе в контексте той работы которую будет выполнять них наступает рано специализация невролог да и он и в клинике там ходит и прочее ведет больных на старший курс даже оперирует будущие хирурги какие-то простейшие операции ассистирует профессору и так далее то есть так учили это еще какой-нибудь подход есть говорю есть еще один подход какой феноменологический а это что такое а там гури главный тезис очень простой образование передается только воздушно-капельным путем в живом общении педагога и студента информацию может передать по интернету и заниматься словоблудием дистанционное образование там электронные лекции и прочее прочее информации передается а образование передается только воздушно-капельным путем и никак иначе и еще про образование уважаемые коллеги вот древнем риме люди оставшиеся в веках их имена выражения вот был там как катон старший который младший не помню кто из них который любую речь завершал фразы а карфаген должен быть разрушен а были еще синейки был старший синейка был младший один из них драматург старший от младшего осталось так что такая фраза мы учимся не для жизни а для школы то есть та же самая занудная вещь завершая в зубах школа мне ничего не дается университет мне ничего не дал никогда ничего не интегрировал те алгоритм не в жизни не приходили оказаться еще троечники древние древнем риме ныли на ту же самую тему но сейчас все очень просто сейчас такая тоже интересная концепция появилась один из авторов так сказал да вот ребята из тысячи детей которые приходят в школу один гений один будущий туполев королев там ландау и так далее вот но мы-то узнаем что он гений то когда ему 30 33 года в возрасте христа а сейчас ему только 6 лет и надо на него вывалить вот весь объем классический объем гимназии который в нашу школу собственно дает кроме древних языков или давала в советское время сейчас гораздо хуже конечно остальным но некий средний уровень они все что-то усвоят они хотя бы будут владеть знаниями что потом своих детей заставлять учиться вот я хорошо учился вот и двоечник но как же ты докажешь ты учился если ты ничего не знаешь из школы то есть школу ты приходишь не сам тебя приводят родители насильно и насильно да насильно тебе вбивают 11 лет определенный объем информации даже не узнали информации но из 1000 один будет будущий гений ему надо дать весь объем информации все знания а дальше он будет уже работать развиваться но и остальные тоже не пропадут все нормально он наши троечники это очень грамотные люди по сегодняшним временам мои одноклассники скажем вот а вузе лекционно-практически система обучения студент учится сам на лекции ему только дают канву куда идти что смотреть что почитать какие там расчеты сделать то есть лекции вузе от не конец уроков в школе побежали пиво пить побежали в библиотеку в интернет за рабочий стол за компьютер работать читать обучаться студент учится сам вот собственно в этом стоит суть образования все остальное слава облудия вы знаете мы сегодня так и не уйдем от темы образования вот это многострадальный егэ я который кто только не ругает только ленивый и все это ладно не будем обсуждать но вот сейчас говорят а еще говорит хотите сейчас уже есть учителя молодые которые жертвы егэ вот одна женщина пишут дочка написала контрольную работу или диктант по русскому языку ну все я прочитала за все отлично все все грамотно слова все правильно описаны запятые стоит четверка я пошла в школу через прошу а почему четыре поставили вроде все грамотно все правильно вот нет у нее есть одна ошибка какая она слова трамвай неправильно писала как она писала трамвай а надо писать транвай почему трамвай проверочное слово транспорт другая учительница убеждала что картина весит на стене проверочное слово вес не знаю шутки ли байки но очень похоже на правду и по поводу трамвая и трамвая тоже сплошь и рядом можно слышать такую вещь до троллейбус по счету автобус до омнибус когда-то был старинный еще с лошадями вагон что ли вагончик и вот этого а ум его спроисходит доOWN автобус автомобильный бюс автомобильный омнибус и троллейбус и троллейбус и троллейubernetes и провода который 2 на дорога висят по ним штанге троллейбус хотя тороллей только ведущей шины с которых снимается на прижение это троллейбус они троллейбус что там еще до трамвай надо и тут единственный транспорт городской который называется по имени создателя Вот такой ирландец carumb вот честь него Такой электрический вагон на рельсах с одним проводом контактным. К чести он называется трамвай. Есть еще такой трансфор, фуникулер. Его постоянно путают с канатной дорогой. Канатная дорога в горах, для горнолыжников. На канате едет такая кабинка, кресло для лыжников. А фуникулер, это тоже вагончик, он едет по рельсам. Но в гору, а в гору так не проедешь, поэтому там еще третий рельс. Он такой зубчатый и шестеренка специально есть, которая цепляется и поднимает. Фуникулеры есть в Киеве, на Дальнем Владивостоке. Такая гористая местность, куда-то надо подниматься. Там даже пол сделан так, вагон наклонный стоит, а пол сделан так, чтобы люди стояли ровно. И вот такие в горке, с горки на горку поднимаются, это фуникулер называется. А остальные автобусы, троллейбусы и трамваи, мы их каждый день видим в нашем городе. Но пишутся не так, не от слова транспорт, а от слова от рам, от фамилии. Либо троллей, либо автобус, авто. Вот так. В же время коллеги теперь опять же о языке произношения о комильфом. Ну есть, знаете, видимо такой профессиональный жаргон, что ли. Иначе просто нельзя произносить. Ну как моряки говорят, да? Будем писать рапорт в Мурманск по поводу поломки компаса. Моряки так произносят, да? Компас, Мурманск, рапорт. Не рапорт, не Мурманск и не компас. Это для сухопутных. Сказали правоохранители в милиции, в прокуратуре. Дело на преступника возбуждено и преступник осужден. Не осужден, а осужден всегда, возбужден. Ну вот жаргон профессиональный, так учат. А вот в других слоях населения, или просто тоже есть, когда ударение, да? Вот как правильно, в компьютерной среде математическое обеспечение, мат-обеспечение или обеспечение? Обеспечение, да? Обеспечение. Обычно так говорят. Обеспечение – это правильно, обеспечение – не совсем правильно. Но тут такая забавная вещь, вот когда Дмитрий Анатольевич играл в президента Российской Федерации, вот он всегда грамотно правильно говорил – обеспечение. Все журналисты, все политики в Москве, все стали говорить обеспечение. А Владимир Владимирович Путин немножко неправильно говорит – обеспечение. Все сразу тоже стали говорить, как Путин. Обеспечение, математическое обеспечение, экономическое обеспечение. Но это вот, но правильно, грамотно пословлю – обеспечение. Обеспечить – обеспечение. Уважаемые коллеги, мы поговорим о погоде, вот мы всегда ругаем, ну и сейчас, наверное, так же будет, до Нового года нет снега, слякоть, потом начинается зима, лето тоже в этом году какое-то было аномальное, жара вдруг в августе наступила, не в июле, то и так далее. Вот что-то там происходит, глобальное потепление, по-моему, в конце 19 века или начале 20-го английский физик Юнг, модуль Юнга есть в теории упругости, он такой эксперимент поставил, он сделал два парничка, один покрыл стеклом, как обычно парники делают, а второй пластинка поваренной соли такой же толщины, то есть стекло, оно пропускает инфракрасное излучение, не пропускает ультрафиолетовое, а поваренная соль наоборот, не пропускает инфракрасное, но пропускает ультрафиолетовое излучение. То есть это модель земной атмосферы, земная атмосфера не пропускает инфракрасное излучение Солнца, но пропускает ультрафиолет. Так вот там в стеклянном парнике был парниковый эффект, там нагревалось, а здесь не было. Оно говорит, парниковый эффект на Земле, парниковые газы, ерунда все. Если бы у нас был такой парниковый эффект, на Земле было бы как на Марсе, днем плюс 300, ночью минус 200. Но у нас другая атмосфера, так не происходит. Кстати, вот сейчас про Трампа говорят, он то всего сделает. У нас как-то не передели одну из его речей предвыборных, то он сказал, мы выйдем из Киотского протокола, мы перестанем тратить миллиарды на программу ООН по защите озонового слоя и всяких парниковых эффектов. Мы тогда теряем огромные миллиарды денег, рабочих мест и прочих, плевать на это все. Но кто-то из умных людей ему подсказал, что все это афера озоновой дыры, парниковый эффект и прочие вещи. У Земли есть свои циклы, которые никак с этим не согласуются, она сама по себе работает. Собственно, Александр Сергеевич Пушкин как писал, про свои времена. Зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в январе. Ну, прямо как сейчас у нас. Один из физиков как-то говорил, мы бурили древние льды в Антарктиде, в Гренландии. Этот керн, в нем есть пузырьки древнего воздуха. Мы можем оценить, когда в комстолетии образовался этот лед, просидеть лазером, и оценить, сколько изотопов водорода и кислорода в этом пузырьке, в древнем воздухе. А так вычисляется температура на планете Земля. Каждые 500-600 лет происходит такой цикл повышения температуры, потом снижения. Вот сейчас в Лондоне пальмы растут в открытом грунте, а было время, когда темно замерзало. И еще будет замерзать. То есть Земля живое существо, она сама знает, что делать, какие там люди, парниковые газы. Ну, представьте себе, огромная планета Земля, человечество, 7 миллиардов. И нам придет фантазия всех людей собрать в одном месте. Вот 7 миллиардов людей поместятся на площади 40 на 40 километров. Площадь толкает, плотная толпа. Площадь Москвы. И вот эта жалкая пыль на поверхности Земли влияет на атмосферу со всеми своими заводами, пароходами. Ерунда это все. Скажем, Россия примерно считается так, 2,5 миллиарда в год выделяет углекислого газа. Ну, за счет нашей промышленности, автомобилей, там, заводов и так далее, да. А поглощает нашу тайга 11 с лишним миллиардов, в 5 раз больше. И таких стран 5, да. Вот Россия, Бразилия, Швеция, Финляндия и Канада. Остальные страны живут в долг. Они в атмосферу выбрасывают больше парниковых газов, так называемых, чем поглощает их леса. Вот такая вот интересная вещь. Зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в январе. Качо Акматова писал, да. Когда вы знали, из какого ссора растут стихи, неведая стыда. Александр Сергеевич Пушкин. Вот есть великое историо в русской поэзии, да. Я помню чудное мгновение. Оно чем великое, попробуйте пересказать своими словами. И не получится. Вот Бородино можно пересказать, да. Беседуют два солдата, молодой и старый. Один спрашивает, зачем Москву сдали. Здесь только читаешь стихами, как Пушкин. Я помню чудное мгновение. Он легко запоминается. Романс есть на эти стихи. Ну, так же все знают, там есть посвящение Анне Ка, то есть Анне Керн. Анна гостила у нее в Михайловском. Там аллея Анны Керн сейчас существует. Она спутнулся камень. Пушкин поднял этот камень, осыпал его поцелуями. И хранил потом на столе, как память об этом событии. Я помню чудное мгновение. И где-то в те же самые дни он пишет письмо, тоже опубликованное в специальных сборниках. Какому-то другу своему, Кихельбекеру или Яземскому, в общем, своему собутыльнику. И там такая фраза. Так, кстати, на днях у меня гостила здесь в Михайловском небезызвестная тебе Анна Ка. Ну, с которой я с помощью Божьей, в общем, занимался сексом. Там он другое слово употребил. Ну вот, я помню чудное мгновение и такое письмо с таким упоминанием такой фразы. А я помню чудное мгновение. Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи. Уважаемые коллеги, опять разговор о казанских улицах. Тоже мощная магистраль. Улица Павлюхина. Александр Афанасьевич Павлюхин. Ну, собственно, большевик, рабочий, командир рабочих отрядов, которые когда-то в гражданскую войну обороняли Казань от Чехов, от генерала Капеля. Вот, знаете, сейчас очень часто развелось много доборочных атеистов и белогвардейцев. Говорят, вот Капель, белогвардейцы, они все благородные, хруст французской булки. И злые, и грязные большевики, которые вот их как-то случайно победили. И вот, что, мол, в войсках Капеля были даже дивизии целые. Рабочие, Воткинского, Ижевского оружейных заводов, элита рабочего класса. Они воевали за белых, за свободу, за царя Отечества. Белая армия воевала за учредительное собрание, кстати. Царя они уже отбросили еще в феврале. Иллаборатный процесс, да, рабочие фабрикала Фузова, братьев Крестовниковых, Щапова, Павлюхин в частности, они как-то были за большевиков. Организовывали рабочие отряды, и он командиром такого рабочего отряда и погиб при обороне Казани. Но в память о нем названа эта улица. Естественно, ничего не написано в поясняющих табличках. И не дай бог, кто-нибудь еще доберется и скажет, а что это в честь красного большевика, который воевал с благородными белогвардейцами, у него целая улица названа. Давайте назовем улицу генерала Каппеля. Мало улиц Шальновых у нас, назовите другую улицу генералом Каппелем. Но вот память об этом человеке, который так понимал историю, так принял свой долг. Судьба такая, Первая мировая война, революция. Александр Анатольевич Павлюхин. В честь него он назван на Большая улица Казани, идущая, в общем-то, на дороге в аэропорт. Поэтому там перед универсиадой сделали достаточно широкий такой интересный ремонт, реконструкцию балконов. Ее привели в идеальный порядок. И пусть стоит и дальше такая улица в нашем городе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин